Попасть на сочинский фестиваль мечтает каждый КВНщик. Сюда съезжаются сотни команд со всей России. Наш регион в этом году представили четыре команды. Так команда совхоза «Новый» путевку на фестиваль выиграла в сезоне открытой алмазной лиги. Мы приехали к вам из Якутского совхоза. А где наши оленя, спросите вы? А вот они! Сегодня серьезное мероприятие. Хотели все лучше, чтобы не опозорились. Так я не понял, почему домашний пустойший? Команда совхоза получила приглашение в семь официальных региональных лиг Союза КВН. Ребята строят планы на будущее. Все ошибки учли. Мы будем меняться. Буквально мы развернем все на 180 градусов. Если мы сейчас двигались в направлении, что мы совхоз, то есть на узнаваемости, на том, что мы совхоз, мы работаем с коровами, мы работаем с птицами, то сейчас мы будем направлять весь наш юмор в то, что мы наиболее экологически чистая команда, так скажем. То, что у нас здоровый образ жизни, что у нас здоровое питание, здоровый воздух, здоровая вода и тому подобное. Главное не победа, а участие, говорят ребята из команды Института Якут-Непроалмаз. Для них Сочинский фестиваль – это настоящая школа, где КВН учат звезды высшей лиги. Очень много интересного материала посмотрели, даже вот, ну как… Форматов, как можно подавать себя, как подавать команду, материал, шутки, какие разные есть формы, что не просто там кто-то представляет себя линейкой, кто-то чисто представляет в форме песен, ну как бы разные направления. Звездных учителей вспоминают и КВНщики команды Йота Ватоматофон из Алмаз Автоматики. Понимаешь, Мартиросян взял микрофон, такой… И пошел к Ватом в Россию. Да, ну тогда было неожиданно. Вообще, да, самое страшное. Команда Йота Ватоматофон в Сочи второй раз. Говорят, опыт помог добиться им более высоких оценок, чем тогда, в 2015. Ой, в этом году у нас, я считаю, прекрасные результаты. Да, мы, сколько было команд, 448 команд, которые приехали, и мы попали в 109 команд, которые получили рейтинг. Это статус команды получает после прохождения фестиваля, после выступления. В Центральную Лигу пригласили и сборную города Мирного. Весной ребята начнут сезон в Красноярске. Сейчас готовятся к четвертьфинальной игре. Толстая девочка на фене. Фестиваль КВН пройдет в этом году и в Мирном. 3 марта все желающие команды будут бороться за право играть в новом сезоне открытой Алмазной Лиги. Сейчас проходит заявочный период в Алмазную Лигу, и он будет до 25 февраля. Все, подавайте свои заявки, мы с удовольствием примем и будем с вами работать.